Вот. Слава Богу. Благодать на благодать. Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Сегодня была потрясающая молитва такая вот утром. И хочу поделиться этой радостью, этим переживанием Бога живого. Слава Богу. Вот. И это чудесно, когда Господь напоминает, о ком молиться, подсказывает, в каком направлении молиться, о ком молиться. Бывает такое, что утром, вот, я обычно молитву начинаю в 5 утра, или в 4 утра, обычно летом начинаю в 4 утра. Вот, значит, и вот в 6 утра делаю такие прямые включения с этой утренней молитвой, чтобы поделиться словом и совершить причастие вместе, Евхаристию, хлебопреломление. Вот. Молюсь за всех вас, кто смотрит эти трансляции, участвует тоже в этих танец, хлебопреломлении, в божественном таком Евхаристии. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот. И здесь вчера брал эти лепешки у, вот, кто там, таджики, узбеки. И вот здесь вот работают на лесовой станции метро Лесна, весь прям рядом со мной. И, знаете, очень такие люди открытые, слава Богу. И Бог очень сильно касается их, свидетельствую, слава Богу. И вот было побуждение молиться как раз об этих людях. Вот, слава Богу. И сегодня, да, сегодня у нас уже 21 число, уже, да, время идет. В воскресенье был собор у нас, и вчера было общение очень хорошее с братом Андреем, с Белоруссией. Вот. Молимся о Минске, молимся о развитии служения, вот такого евангельского, православного такого служения в Белоруссии. В Минске, в первую очередь, конечно же, и в Гомеле, тоже за отца Сергия нашего Николаенко молимся, вот, за штатный наш священник. Вот, значит, и за всех братьев, сестер, вот, там верующих много, особенно в Западной Белоруссии. Вот, разных конфессий, динаминаций, вот, тоже хочу и в Бресте побывать в этот раз. Молитесь о поездке в Белоруссию. Вот, спасибо всем вам, дорогие друзья. И сегодняшнее чтение из послания к Ефесянам. Да, и вы приготовьте, значит, причастие, евхаристию, хлебопреломление, навейте себе виноградного соку. Вот, я аж с вечера приготовил все, значит. И у меня есть лепешка, есть, оставшаяся лепешка, как раз, вот, та, фатир, или как называть она, фатир, или фатир, забыли. Очень вкусная лепешка такая, вот, значит, и очень вкусно ребята пекут, благоставляю их, паки-паки, что называется, снова и снова. Вот, вот, и рассуждаю над Божьим Словом, особенно вот эти послания Павловы, они очень так вот церебят душу, цепляют за живое такое, не знаю, молитвенное такое, какое-то такое побуждение, вот, такое, позыв такой молитвенный, пробуждение такое духовное. Ефесянам, первая глава, с самого начала пишет он так, послание свое, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, он сразу понимал, и он это, ну, будем так говорить, провозглашал там, волею Божию. Там, значит, чтобы люди не говорили, допустим, там, как, допустим, там, на этом, как называется, забыл я. На, а, извиняюсь, википедия, википедия, там, значит, зашел, мне там ссылку бросили, вот, о вас написали здесь, вот, я посмотрел, да, написано архиепископ Сергей Журлев, и там написано самопровозглашенный, самопровозглашенный, там, архиепископ, там и прочее, вот, значит, не каноническая православная церковь, ну, правда, мы не каноническая православная церковь, а такая евангельская, реформаторская, вот, и, но, вот это интересно, самопровозглашенный, С чего они взяли. Но я-то знаю, что не самоправозглашенный, а волею Божию. Поэтому, чтобы люди там не говорили о вас, обо мне, о ком угодно из верующих, очень важно нам верующим знать, откуда мы, чьи мы и куда идем. Вот. Если я Божий человек, призван Богом и служу Господу моему, то если даже весь мир ополчится против, я знаю, тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Сам Господь Иисус Христос. Ишуа Машиах. Истинный Машиах. Ишуа, он есть действительно спаситель мира. Он есть действительно тот, кто есть и Альфа и Омега, и начало и конец. И о нем, что только не говорили. О нашем учителе говорили еще и похлеще, чем о нас с вами. Вот, говорят. И вообще, что он там силой Вильзибулы сгоняет бесов, значит, и ты вообще не еврей даже, ты смаринин там, значит, там, то есть и национальное унижение было, значит, там, и религиозное, и всяческое со всех сторон. Даже когда он висел на кресте, люди религиозно не могли остановиться и по-прежнему по накатанной пытались его унизить. Мало того, что были страдания физические, там, допустим, да, духовные, а еще и такие душевные страдания хотели доставить ему. Вот, значит, что мол, вот, мол, других спасало, а себя не может спасти. Понимаете ли, это как, не помню. А, Маргарет Тэтчер, точно, Маргарет Тэтчер, железная леди, да, Англии, она, значит, очень мудро говорила, вот, я цитату такую прочел, что, значит, даже если вы будете, как бы, не обращайте внимания на критику, говорит, даже если вы будете ходить по воде, чудотворить и ходить по воде, то найдется кто-то, кто-то, кто скажет, а, смотрите, он даже не может плавать даже. Вот, ну, то есть, ну, на весь свет каравай не испечешь, как говорится. Или как там тоже говорю братьям, ну, я говорю не киевский тот, чтобы всем нравиться. Вот, здесь такое дело. Вот, значит, но самое важное знать, вот, как Павел знал, это он делился с ефесянами этим, что волею Божию, там другие могли говорить, а, это никто и зовут его никак, нет, волею Божию, апостол Иисуса Христа. И он дальше пишет, находящимся в эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. И вот я вам сейчас обращаюсь, где бы вы ни находились, если вы киевляне, да, вот, то святым и верным во Христе Иисусе, находящимся в Киеве. Если вы там в Минске, то святым и верным находящимся в Минске Если вы там в Москве, святым и верным находящимся в Москве Если вы там еще где бы вы ни находились, сейчас или же в трансляции сейчас смотрите Или же потом в записи уже будете смотреть Потому что видео сохраняется в сети И люди многие смотрят потом уже, тоже преномляют хлеб, причащаются И слава Богу Вот святым и верным тоже знать, кто мы действительно И в этом укореняться, этим жить Святые и верные Святой обычно в этом мире, это выражение, это слово Оно, знаете ли, обычно ассоциируется, используется в значении безгрешной Безгрешной, но в таком смысле слова святой только лишь Бог вообще Вот, знаете ли, в таком смысле слова только лишь Бог всемогущий Свят, свят, свят Бог всемогущий Мы можем через Господь совершать таинство, причащение тела и крови Иисуса Христа Аминь, да, да и все, аминь На самом деле так оно и есть И вообще, каждый верующий, мужчина, женщина, подросток или старик, кем бы вы ни были, богатый или бедный, православный, протестант или католик, кем бы, кстати, вот недавно прочитал как раз послание Папы Римского нынешнего, ныне здравствующего, вот последнего послания Очень сильное послание, скажу, я вам скажу, что есть над чем поразмыслить и верующим разных конфессий И он очень мудро написал по поводу клерикализма, по поводу вот этого разделения как раз вот на священство и мирян, что это грех, что это разделение не от Бога вообще И что действительно благодать дана всем возрожденным верующим людям, и мы все являемся священниками Бога Всевышнего Вот, значит, независимо от того, моря, соносцы, значит, там, значит, там, значит, или же мы, вот, простые, то есть мы, как бы, то есть, прихожане или священные, служители, епископы, будь ты сам Папа Римский или Патриарх Российский, там, или, там, или, там, украинский, или, допустим, там, просто прихожанин храма, значит, там, значит, там, все мы священники А у нас один первосвященник только, это сам Господь Иисус Христос и Ишуа Машиах Поэтому преломляем хлеб мы все, как священники Бога Вышнего Слава Богу! Если вы один, допустим, сейчас, то преломляйте хлеб один-один с Господом Вот, если вы в семье, то муж, как священник, пусть преломит хлеб сегодня, вот, значит, и причащайтесь, и вы, детки Потому что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха Вот, и, действительно, причастие, это не просто принимается ртом нашим и желудком нашим Это не то, что просто входит в нас То, что входит в нас, оно не может нас не сквернить и не осветить Знаете ли, это, это так А то, что исходит из нас И Евхаристия, причастие, это, в первую очередь, наше размышление, рассуждение о теле и крови Иисуса Христа То есть, причастие Евхаристия совершается здесь и здесь Не просто ртом и желудком нашим То, что входит в нас, оно и выходит, как бы, и оно нас не освящает и не скверняет Абсолютно, согласно теологии библейской, нового заветной Но, что освящает нас, или осверняет, соответственно, да, то, что исходит из сердца нашего И вот, рассуждение о теле и крови Иисуса Христа Это то, что освящает Это то, что освящает Мы вчера как раз с братом Андреем из Минска, из Белоруссии, вот, общались здесь как раз И прогуливались до Дармицы, вот, Черниговская Дармица Здесь прогуливались по этим паркам, молились Вот, значит, и потом посидели в Макдонаврсе, попили кавы, значит, и, знаете, вот, поразмышляли на такой теме тоже Что, значит, причастие, даже вот, мы вот просто, мы говорили о Христе, о Господе нашем, о нашем возлюбленном Мы причащались Его, хотя мы буквально не преломляли хлеб, мы, значит, там, значит, там, мы не совершали это таинство, да Но мы, действительно, мы, значит, причащались Его, потому что мы рассуждали о Нем, размышляли о Нем, любили его вместе Действительно, вот как нашего спасителя, Господа нашего, слава Богу, вот, поэтому так оно и есть, и вот пишет Павел дальше, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, вот это хорошее пожелание, это самое хорошее пожелание вообще, какое только можно себе представить вообще, когда верующий верующему, другому человеку верующему, один святой, другому святому, один верный, другому верному, потому что настоящий христианин это святой и верный, святой не в смысле безгрешный, как я говорил выше, а в святой смысле отделенный для Бога, Его, Божий человек, и принявший Иисуса Христа в свое сердце является Божьим человеком, в литургии православной тоже, мы вчера о литургии тоже рассуждали как раз, жалко не сделали записи этих, но я думаю, что Бог усмотрит, может быть сегодня получится, чтобы записать на эту тему вместе с Ним, Андрей еще здесь, еще с нами, еще в Минске, эти дни с Минска, вот, и значит, и, ой, я очень люблю Минск, благоставляю Беларусь, благоставляю, пусть вот золотой век Беларуси вернется, действительно, через такое духовное пробуждение белорусского народа, аллилуйя, вся Литва, все, все, весь этот огромный регион, эти страны, народы, да пробудятся во имя Иисуса Христа духовно, аллилуйя, Польшу, вчера Польшу вспоминали, добрым словом, тоже часто, Венгрию, другие страны, слава Богу. Вот, и в литургии православной, о чем мы вчера тоже рассуждали, как раз с братом Андреем, очень хороший есть такой момент, очень такой живописный, колоритный такой момент, когда священник, он поднимает, ну, проще говоря, хлеб, поднимает хлеб тела Христа, да, значит, и провозглашает святое святым, святое святым, и очень красиво есть объяснение, ну, хор обычно, необычно, а вообще по традиции, да, сложившийся уже, следом за священником, как бы вторит ему, отвечает священнику хор от имени молящихся, един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Это прекрасно, один из самых прекрасных трогательных моментов вообще литургии, это жемчужина вообще восточного богослужения православного христианского, это один из самых трогательных моментов, я всегда очень был впечатлен этим моментом, даже когда еще и подиаконствовал, чтецом служил, это 87-88 годы еще, вот, потом, когда диаконствовал уже, вот, значит, тем более, служил таинству этому, как бы, значит, в этом таинстве, а став священником в 91-м году, став иереем, священником в Рязани уже это было, как и подиакон, и диакон, и чтец, я служил, получается, в Орловской, Московской областях, а уже, как иерей, это, получается, уже в Рязани в самой, в Рязани, в Борисоглебском соборе, 91-й год, как раз, вот, 27 лет назад, ровно, вот, в августе месяце, как раз, и служил там, в Борисоглебском соборе, там, в Москве был пуч, и все эти нестроения, в Рязани тоже было неспокойно, вот это вот, Рязанское училище, или оно, как называется, не знаю, десантное, там, десантники эти, они даже такие повязки на себя нашили, триколор, это было, ну, вообще-то было, как бы, таким, не знаю, вызовом, сенсация такой, как белгвардейцы делали, так вот, в фильмах показывали, там, такими, ромбиками, такими, они вот, ну, сами придумали, видимо, это было, вот, на волне вот этой, вот, как раз такого, и они окружили строем, как вот декабристы, тогда, так интересно, вот, не было у меня, к сожалению, ни видеокамеры, там, записали бы такие вещи, интересно, исторические были моменты, вот, они окружили памятник Ленина, плотным кольцом, не пропускали там некоторых, там, ну, горстка вышла пенсионеров, некоторых старых коммунистов, которые там протестовали, и демонтировали памятник Ленина, убрали его, значит, и увезли его, вот, а на это место, по приказу этого генерала, этого, значит, поставили, крест поставили, на месте Ленина, думаю, думаю, вот это да, удивительно, конечно, еще Советский Союз, но уже, как бы, он уже трещал пошмар тогда уже, вот, все трещало, это идеология, в нее уже мало кто верил, вот, ну, были отдельные фанатичные натуры, ну, как бы, ну, это единицы какие-то, даже в Рязани, со всей Рязани, там, собралось на площади коммунистов этих, ну, может, человек 20-30, наверное, не больше стариков этих собралось, там, вот, старых коммунистов и все, вот, значит, и потом, к сожалению, времена снова поменялись, опять, значит, сейчас там опять Ленина вернули, опять, значит, ну, как бы, ну, это уже другая тема, но, вот, став священником, я к чему вспоминаю, так что я делился, как раз тогда, мне, молодому священнику доверили, доверили тогда, значит, заниматься с ипотиаконами, дьяконами, дьяконами и, вот, кандидатами в священники, как раз, в Иерее, кого рук полагали, меня самого только рук вложили, и мне уже доверили, как раз, заниматься с этими молодыми, вот, кандидатами в священники, некоторые из них училища в семинаре, некоторые еще не учились, там, училище-то, ипорхиальное закончили, какое, вот, школу-то, вот, очень интересно было, я вот, как раз делился тем, что в литургии православной, вот, это самый красивый момент, говорю, один из, или один из самых красивых моментов, но для меня, как для художника, это был самый красивый момент всегда, самый, когда, вот, именно, Агнец поднимает, значит, священник и провозглашает святое святым, и в семинарских учебниках рассказывается, что в этот момент, в древности, в древней литургии, священнослужители, вот эти служители хлеба и вина, будем так говорить, да, они, тело и крови Иисуса, они выходили ко всем и обносили всех верующих, вот, показывая им вот это хлеб и вино, тело и кровь Иисуса Христа, и давали им, ну, раньше давали на руки, там, всем, это потом стали мешать все вместе, вот, значит, как бы, из-за суеверных всяких таких, как бы, традиций, а раньше библейские давали на руки хлеб людям, значит, там, давали чашу, чтобы он испил из чаши, вот, значит, ну, потому что все священники Бога Всевышнего и священнослужители говорили, святое святым, то есть только святой может причащаться, святой, да, но един свят, един Господь, люди говорили, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь, един свят, един Господь, Иисус Христос, аллилуйя, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, и удивительно, что действительно Бог нас называет святыми и верными, святыми и верными, так что святые и верные, причащайтесь телу и крови Иисуса Христа, Господа нашего, и вот это пожелание, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, и дальше, благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, облагословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, аллилуйя. Это просто песня, это просто шедевр, я умиляюсь, перечитываю это и восхищаюсь, действительно, как Бог вдохновил Павла писать эти прекрасные строки. Вот, и таинство, причастие, таинство Евхаристии, это самое главное таинство. Я у себя в церкви, и вот на соборе, вот в воскресенье 19 августа, как раз начало было праздника преображения, сейчас продолжение этого праздничного, целую неделю идет этот праздник, продолжается это размышление, рассуждение о преображении Господнем, молитва, о духовном преображении и всяческом преображении жизни верующего человека. Вот, и я об этом говорил, как раз, на соборе. Вот, и я как раз и объяснял людям, что по возможности каждый день совершайте это хлебоприлобление, причастие, либо в кругу семьи, либо один-один перед Богом. Вот, ну, Бог усмотрит, как? Нет сока, просто воды наливайте, говорю. Значит, возьмите хлеба, нету, любую хлеб возьмите, просто беру даже ржаной хлеб, даже. Вот, и совершай причастие это, рассуждая о теле и крови Иисуса Христа. Самое главное, погружаясь в это размышление, рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, чтобы все эти благословения небес, они не проходили мимо. Павел пишет, и того многие из вас немало болеют, многие болеют и немало умирают. То есть, такие благословения, которые могли бы быть нашими, и они проходят мимо. Почему? Потому что не рассуждают люди о теле и крови Иисуса Христа. Вернее, рассуждают, но частично. Полуправда бывает хуже, чем откровенный ложь. Знаете ли, полуправда, она в чем заключается? В том, что Бог умер за нас, Иисус умер за нас на кресте и за наши грехи. Но это полуправда, это еще не вся правда. Вот, даже это уже, как бы, уже великая истина, но это полуправда. Вся правда в том, что Иисус Христос не только взял на себя все наши грехи, и Бог во Христе не только примирил с собой весь мир, но и в том, что ранами его мы исцелены. В том, что действительно, не только 100% я прощен, не только 100%, Бог меня простил. То, что было, то, что есть, то, что будет полностью, я принят, я обласкан им, я принят, я его сын, или там дочь, допустим, его, то есть мы его детяти, но также он исцелил. И вот с этим очень трудно согласиться. И с первым, и со вторым, особенно со вторым, наверное, вот этим выражением, очень библейским утверждением, очень сложно согласиться. В этом и заключается смирение наше христианское. Смирение христианское в том, чтобы... Не в том, чтобы себя осуждать, значит, не в том, упаси Господь, не в том, чтобы, значит, там, значит, там, в смысле заниматься самоедством, там, самоосуждением бесконечным, самокопанием, там, не упаси Господь от этой лжедуховности, от этой прелести духовной. Вот, значит, или не в том наше, что терпеть болезни, допустим, упасти Господь от такой ложной духовности, вот, а наше рассуждение, наше смирение настоящее христианское в том, чтобы смириться пред Богом, пред Божьим Словом. Смирение перед дьяволом – это совершенно другая история, смирение перед человеком – это совершенно другая история, но смирение перед Богом – это истинное смирение, настоящее смирение, подлинное, в истинном смысле этого слова смирение. И смиряясь перед Богом, я говорю, Господь, да, как бы мне это ни было трудно представить и согласиться с этим, но я смиряюсь, я действительно признаю, что Ты меня полностью простил, я Твой Сын, и действительно Ты полностью меня простил, и Ты меня полностью исцелил еще 2000 лет назад. Я принимаю сегодня это все благословение, обогатил меня всеми благословениями небес, и благодать да умножится. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Возьмите себе соку, возьмите хлеба, вот, и сегодня у меня вот остатки той лепешки, вот, и сок виноградный. Обычный яблочный виноградный сок покупаю вот на рынке тоже и совершать причастие, потому что самое главное не качество вина или хлеба, а качество нашего рассуждения о теле крови Иисуса Христа. Паки, паки, напоминаю вам, пусть эта реформация в разуме, она совершится и в теле нашем, и в нашем духе, душе и теле. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый, Крепкий, Святый, Бессмертный, хвала тебе. Святый Боже, Святый, Крепкий, Святый, Бессмертный, хвала тебе. И слава, и честь, и хвала. Аллилуйя. И заверши, Господь, хлеб4, я сей чистым телом Христа твоего. Аминь. А то, что в чашу сей честной кровью Христа твоего. Аминь. приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, братья и сестры, дамы и господа, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, 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 аминь. Слава Тебе, Груша Наша! Благодарю Тебя, Господь! За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Папа мой, небесный. Благодарю Тебя, Иисус Христос, брат мой, спаситель Господь, искупитель мой, целитель. Аллилуйя, спаситель мой, благодарю, О Дух Святой, утешитель мой, ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. Рассуждая о теле Христа с верой, возлюбленного спасителя нашего Иешуа Машиаха, принимаем тело Машиаха, кровь Машиаха, кровь Христа Иисуса омывает от всякого греха. Аллилуйя, исцеляет, освобождает. Аминь. Аминь. Аллилуйя, спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Слава Богу, друзья. Аллилуйя. 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 Христос в нас, упование славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Лехаем за жизнь Господь, слава тебе. Спасибо, Господь, за жизнь. Спасибо. Ты отдал свою жизнь за меня, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь, что два тысячелетия назад совершилось великое таинство, искупление рода человеческого. Спасибо, что по милости Твоей я принял эту благодать. Спасительное спасибо. А за моих братьев, сестер спасибо. Благостови, Господь. Аллилуйя. Всех нас. Аллилуйя. Благодать и мир доумножатся. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. О, спасибо. Спасибо за тело и кровь Твои. Спасибо, Господь, что телом Твоим ломимом на Голгофском кресте я спасен. Кровью Иисуса Христа, Твоею святой кровью, мой брат, возлюбленный. Аллилуйя. Аллилуйя. Спаситель мой Господь, драгоценный мой, сладчайший Иисус. Я спасен, прощен, исцелен, благоставлен всеми благоставениями небес. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо, спасибо. Спасибо, Боже. Вас благоставляю всех, друзья, братья и сестры, благоставляю всех, пусть Бог благоставит вас всех, верующих, разные конфессии, динаминации, традиции, юрисдикции, прочее, это все наше человеческое, это все неважно, главное, чтобы быть Христовым, а чтобы Христос в нас, а мы во Христе, самое главное, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, будь он даже сам Папа Римский, или Патриарх Вселенский, или пастор Мега Церкви Аркестантской, не то важно, кто не родится свыше, тот даже не видит Царство Божье, поэтому все в нем, только в нем, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Господне, благоставением священническим, благоставляю, благоставляю Иерусалим, город великого царя, город Иерусалим, Валентина пишет, слава тебе, Господь дорогой, в твоей крови мы имеем дар вечной жизни, прощения грехов, аминь, 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 да, это так, это правда, аминь, это истина, это истина, это истина, это истина, это не полуистина, не полуправда, это вся правда, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вся правда, христианство, это кровь Иисуса Христа. Все. Это кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Пропитываемся, дамы и господа, братья и сестры, кровью Иисуса Христа. В наших каждодневных размышлениях. Размышляйте о крови Иисуса Христа, о божественной крови, о жертве долговской. Размышляйте о великой победе Господа нашего, о воскресении Его, о силе и воскресении. И Господь в нас, Господь и через нас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Пусть Бог Авраама и Исаака Якова, наш небесный любящий Отец, Бог патриархов и пороков, Ава, Отче, Папочка наш небесный, сущий на небесах, да святится имя Его и да придет Царство Его. Аллилуйя. Да будет воля Его и в нас верующих на этой земле, как на небесах, непрестанно, постоянно. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Пусть Бог благоставит всех вас. Ваши дома, ваших жен, детей, родных, ближних ваших во имя Христа Иисуса. Пусть Бог благоставит вас. До встречи и на земле, и на небесах, и в эфире, в таком прямом эфире, каждое утро, пока имею возможность такую здесь технически, в 6 утра по киевскому времени местному подключаюсь здесь к этой утренней молитве. Во имя Христа Иисуса благоставляю всех вас. Аминь. Шалом, мир всем. Аллилуйя. Аллилуйя.